Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. У нас сегодня мокупанг с синабонами, которые приготовила моя мамочка. Рецепт будет на нашем кулинарном канале, но не сразу. То есть я не успею сразу смонтировать, но в ближайшее время, наверное, где-то через 3-4 дня обязательно будет. Я вам выложу и в сообщество тоже, так что обязательно ждите. Здесь у нас киви, мандаринчики. В общем, все как всегда, приступаем. Какой сочный киви. Готовила она я вчера. Вчера они были просто как пух. Я взяла и в 12 часов ночи съела, по-моему, 4 штуки. Нет, в утре. Три села. Вчера было только одно видео. Пузо вчера тоже. Все это связано с тем, что у меня немного завала на работе. Но я вчера была у стоматолога. Часто меня спрашивают, девчонки, как ты успеваешь с работы снимать настолько много видео. Девочки, я могу вам объяснить. Изначально я поменяла свой интернет на суперскоростное. Это очень экономит время. Раньше видео загружались за 2 часа. Самое быстрое это полтора. Все зависит от длины вашего видео. Теперь это происходит просто за 8 минут. Представьте, насколько много времени я экономлю. Правда, я плачу за интернет теперь в 3 раза больше, чем платила изначально. Но зато я могу снимать много материала, которые тоже не приносят новых подписчиков, новых зрителей. Да и в общем, канал развивается. Раньше я на все рекламные вопросы отвечала сама. Пиар-страницей занималась я. В последнее время на мейлы тоже отвечаю не я. Хотя иногда я отвечаю. И вот в одном из видео, когда я рассказывала про проблемы с ютубом. Я сказала там, что я умывалась. И мне на мейл пришло письмо. Я прочитала и ужаснулась и так далее. И там мне написали в комментариях один из мукбанкеров. Что вот я тебе написала. Ты мне даже не ответила насчет пиара. Пиар-страница. То есть мейл-пиар. И страница, куда мне приходит письмо от гугла. Это два разных мейла. Я предпочитаю платить проценты от интеграции компании. А она занимается всеми этими вопросами. Там составление договоров. И так далее. То есть это тоже рутина. Это тоже время. Мне не жалко отдать какой-то небольшой процент. Лишь бы дело шло вперед. Мы по экономике всегда проходили, что очень важно правильно распределить роли. Здесь тоже самое. Что касается программы монтажа. Сначала я монтировала на бесплатной программе. Она очень долго загружает. Потом долго сохраняет видео. Это все время. Поэтому я не пожалела денежки. Загрузила платную программу монтажа. Стоит она не так дорого. Но мне она очень нравится, как она работает. Все делает быстро. В общем, с этой программой мне как бы проще снимать больше видео. Потому что она быстро сохраняет на компьютер. Буквально, не знаю, за час. А другие программы. Надо сидеть там, ждать. Три-четыре часа. То есть я везде стараюсь искать легкие выходы. Еще у меня была идея. Купить новый компьютер. Мощный. Чтобы программа для монтажа еще быстрее это все сохраняла. Например, не за час, а минут за 10-15. Да и вообще формат мукбанг несложно снимать. Ты сел, поел, поболтал, смонтировал. Монтировать тоже недолго. Но есть такой момент. Кто не знает. Кому интересно. За мукбанги платят в два раза меньше, чем за влоги. То есть на влогах ты зарабатываешь намного больше, чем на мукбангах. Еще очень важна длина видео. Если видео длинное, то ты зарабатываешь больше. Если видео короткое, даже 10 минут. Неважно, сколько желтых штучек ты там проставил. Все равно эти желтые штучки, если видео короткое, они не выходят. В общем, тонкостей много. Ровно в два раза разница. Задумываюсь еще насчет партнерки. Ну, если честно, так много плохих отзывов. Поэтому немного побаиваюсь. Не смогу отключиться. Еще что-то. Какие-то проблемы будут. Так что я пытаюсь делать так, чтобы мне было проще все это делать. Например, у меня есть флешка, которая один раз меня подвела. И вроде как она работает. И мама мне говорит, почему ты не используешь эту флешку? Ну и что, что она один раз тебя подвела? Что теперь? Выбрасывать ее? А она на 64 гигабайт. И вы знаете, я предпочитаю выбросить, нежели выбросить какое-то свое видео. Мало ли что, я сижу, например, снимаю для вас видеоролик, а потом оказывается в конце, что он даже не сохранился на флешку, сидя заново снимая. Если это разговорное видео, бог с ним, ты можешь еще раз снять. Но когда это мукбанг, когда ты уже все съел, что снимать? Ты уже наелся. Второй раз ты это же съесть не сможешь. И получается, что все твои планы наперекосяк. Я считаю, что это правильно. Надо делать так, чтобы тебе было максимально удобно и комфортно. То есть не заниматься рабским трудом. А где-то заплатить, например, чуть больше, как я сделала с интернетом. Я смотрю там русских блогеров, они говорят, что у них там 100 мегабит в секунду. Это типа самый обычный интернет. У нас нет, к сожалению. Вот за 100 мегабит в секунду нужно очень крупно раскошелиться. за 100 мегабит в секунду тебе надо будет заплатить 2,5 тысячи в месяц. А я спрашивала у брата. Я однажды была на квартире у брата. Я привыкла, что я сейчас поставлю видео загружаться. Пока видео грузится, я там напишу тейки, создам обложку, напишу описание и так далее. Я была просто шокирована. Я ставлю обложку и моментально, просто секундно это видео идет на обработку. То есть 100% загрузилось и идет на обработку. Я повернулась к своему брату и говорю, сколько ты платишь за интернет? Он мне такой, ну 450, по-моему, рублей. Я такая офигела. Думаю, нифига себе, вот люди живут. Синабоны очень вкусные. Даже на следующий день. Просто казалось бы, это мелочи, но на самом деле эти мелочи помогают вам как раз таки добиться вашей цели. Я вчера была у стоматолога где-то в 6, и он мне сказал, что у меня оказывается в зубе есть киста. И он сказал, что не ешь ничего какого-то крепкого. кушает. Кушай только супчики, кушай только супчики, сказал врач. Я сказала, окей. Только супчики. Я очень бережно отношусь к своим зубам. Проверяю все зубки. Если у меня на зубе появился кариес в ближайшее будущее, я прям быстренько иду к стоматологу. Я это все дело не оставляю. То есть, важно очень зубы беречь. Потому что у меня у брата очень рано покрошили зубы, и он своевременно никогда не шел к стоматологу. Он просто боится стоматолога. И в результате сейчас ему надо выдергивать зуб. А когда я узнала цены на импланты, я была вообще шокирована. В ближайшее время обязательно на Айкуке будет рецепт. Так что ждите. Всех люблю. Целую. С вами Блайк Эмили. Пока.